Продолжение следует... 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 Но у вас не было такой ситуации И когда я вспомнил про Морозова Мне снова пришло в голову, что это ваша ведь первая книга сейчас И мне пришло в голову, что в первой книге многие писатели прибегают к своей биографии Но они просто не к тому, к чему прибегли вы Потому что большинство тех, кто пишет первую книгу, описывает почему-то свое детство Вот как у Горького У меня тоже есть Да, но эта книга не о детстве Да Эта книга совсем о другом Вот мне хотелось бы узнать, как вы, будучи инженером и ведя такую жизнь ИТР, как тогда говорили Сейчас уже это слово забыли ИТР это значит инженер, технический работник Как вы пришли к тому, что вы стали писать рассказы, сочинять? Ой, вот мой первый рассказ здесь есть Он называется «Москва, москвичи гости столицы» Дело в том, что у меня было очень много гостей из Тбилиси, семь человек И я никак не могла, еще тетя с Украины, я никак не могла их разместить И я замучилась с подушками, с одеялами, с обедами И у меня наступил момент жуткого отчаяния И вдруг я пришла на работу, бросила все, села и написала вот этот рассказ И с этого все началось, мне уже было к сорока, наверное Так что, вам полегчало после того, как вы написали? Вы знаете, когда я его написала, так полегчало, я думаю, боже мой, ну правда же, а что тут такого? Я уходила ночевать к брату, потому что для меня уже места в квартире не было И каждый день я ездила на работу от брата, приезжала, всех кормила, там укладывала и ехала к брату ночевать Вы знаете, когда я читала ваши книги, есть вот целый цикл вариаций на тему флоры Да, это свекровь моя Да, так вот, мне показалось удивительным ваше отношение к людям другой культуры, вот так скажем Да И это были и армяне, и грузины, и может быть евреи, и может быть еще кто-то Осетины Осетины, да Да, соседка Осетинка была, тетя Нина Бегизова Она жива еще сейчас? Она умерла несколько, ну месяц назад, наверное Ну так вот, и мне показалось удивительным вот это вот отношение Которое не сводится к каким-то событиям значительным или каким-то, ну масштабным движением Масс, как у нас обычно придет, или каким-нибудь достижением, которое постоянно упоминается в художественной литературе Как бы подчеркивает там значимость самого, самой литературы Вы там рассказываете об очень простых вещах Но поразительное отношение людей И я не думаю, что это объективно, это то, что вы видите Это то, как вы воспринимаете отношения Это редкое свойство нести чувство доброй, верой пробуждать Я не знаю, мне кажется, что вот там ко мне относились замечательно И я поэтому их всех любила И во дворе вообще не было человека, которому бы я плохо могла относиться Или какой-то у меня был бы, ну хоть какой-то негатив И вот среди того, что вы сочинили, вот есть вот этот замечательный рассказ «Осень в Грузии», который как бы состоит из двух частей Одна часть – это Тбилиси, где я был и когда я читал, у меня возникали ассоциации с этим городом А другая часть – это Грузия, то, что я не знаю Кахетия Да, Кахетия Очень интересный рассказ Не могли бы вы что-то, вот может быть, если хотите, можете прочитать А может быть, рассказать что-то вот об этом И вообще я хотела бы его прочитать, но я думала его прочитать после флоры Вы хотите начать с флоры? Да, с флоры, потому что, мне кажется, этот рассказ, он, ну, во-первых, он немножко длинный Может быть, его трудно будет слушать, и потом он позже, так сказать, возник намного, чем флора Хронологически И хронологически, и потом флора возникла сразу после того, что я вам говорила, после того рассказа «Москва, москвичи, гости столицы» Да, вы знаете, я заметил, что здесь соблюдается в книге какая-то хронология, и события, и какие-то духовные ваши озарения следуют одни за другими Возможно, не точно по хронологии, как это происходило в жизни, но следует какой-то внутренней логике И потом вот рассказ про Лёлю, например, который потом еще возникает это имя в дальнейшем И все это как-то связано одной сквозной нитью Книга читается, как некая сага такая, семейная Очень интересно Спасибо вам за такие слова, потому что я очень, ну, даже не представляю Дело все в том, что я действительно инженер И я никогда не думала о том, что я смогу писать и буду писать Но в какой-то момент у меня вот какие-то такие порывы бывают, что я должна чистить написать что-то Скажите, а вот во сколько это у вас началось? Сколько вам было в это время лет? Ну, вот около сорока, наверное Ну, знаете, это еще не предел Вот, скажем, художница сейчас известная, не так давно в Третьяковке была выставка Она в Суворово-Алферво Она стала рисовать свои картины в 60 лет Но она в это время была инвалидом и не вставала с постели Муж ей ставил мольберт По-моему, я ее видела по телевидению, нет, не было такой передачи Может быть, может быть, но я ее видел просто в оригиналах ее картины Стала для нее мольберт, она лежа это делала И она смогла достичь в этом достаточно внушительных успехов Поэтому, если вы начали в 40 лет, ну, вы уже просто слежившиеся писали Я мало пишу, потому что только тогда, когда я чувствую вдруг, что я должна систи написать Вот просто вот что-то меня, мною движет 2-3 дня Я вечером отдумываю перед сном, когда ложу, что вот что-то, какой-то сюжет Вот приходит ко мне, какая-то мысль Я не могу сказать, что он у меня как-то выстраивается Потом уже как рука ведет, так и пишется Вы говорили, что вы хотите начать с Флоры Да, можно? Возможно? Нет, это я вас прошу Вариация на тему Флора Любимому сыночку Флоры посвящается Вступление Однажды в доме появилась Флора Я не ошиблась, когда написала Флору с большой буквы Потому что Флора – мама мужа Учти, я свекровь, всех кровь, сказала она Я учла Флора бойкая, живая, веселая, взбалмошная, злюка, добрая душа Шумная, любопытная, скрытная, себе на уме, просто трогательная Заняла огромное место в моей жизни и душе Правда, сначала я познакомилась с мужем Потом с Флорой, а уж потом с Грузией Началось все примерно так Прилетели мы в Тбилиси августовским вечером Последним рейсом Домой добрались ночью Тихо входить во двор не имело смысла Потому что все окна, двери, сияя светом, были распахнуты Никто не спал Все ждали Флорину невестку Пусть твоя нога будет счастливой в нашем дворе Сказала тетя Шушек Дорогая, приходи мне завтра на кофе, золотко мое Красивая девочка, Шурикина жена громко Известил народ дядя Васико Слушай, слушай, дядя Васико Пропела мне в уханько Он умный, он кадетский корпус кончил Все дружно закивали головами Рано выводы делать Познакомиться поближе надо Подвела итог тетя Марго Это Марго всегда все испортит И Флора увела меня в дом У огромного старинного стола хлопотали еще четыре моих благоприобретенные свекрови Тетя Маруся, Виктория, Женя и Маня Стол ломился от яст, лобя, хачапури, зелень, овощи, фрукты высоких старинных вазов Чихахбили, сациви, баклажаны с орехами, пхали Жареные куры, жареная форель, горячий хлеб И, конечно, кувшины с грузинским вином кинцмараули Ты мой дорогой, какая худенькая, сказала тетя Женя Садись скорее кушать Ничего ты не понимаешь, Женька, всегда была немножко тупая Поставила на место Женю Флора, не худая, а в самый раз Флора, веди себя прилично, не компривитируй нас Празнесла величественная тетя Маруся Виктория, маленькая, худенькая, совершенно седая В свои пятьдесят лет молчала и вытирала слезы Раскудахтались, проворчала тетя Маня, сестра свекра Деловито сну я возле стола Что, детей с дороги кормить уже не надо? С этой минуты я уже никогда с ними не расставалась Дорогими моими свекровями На всю долгую жизнь стали они мне родными и близкими Примерно в семь часов утра я проснулась В первой парадной комнате от жуткого сердцебиения Размахивая руками, сбила с лица газеты И увидела незнакомого мужчину, небритого в огромной кепке Дай, думаю, разбужу Флорину невестку А то лицо рассмотрел, а глаза зеркала души закрыты Уж мы тебя ждали-ждали, гадали Какая ты москвичка Что стесняешься, вставай, подумаешь в ночной сорочке Что я женщин в ночных сорочках не видел Всю ночь у меня на балконе шастают Жена, теща, три невестки и две дочки Я не только сорочки ночные, я все вещи Флориной семьи знаю Одевайся, что покажу Мы вышли на балкон На веревках, протянутых через весь двор Закрепленных в блоках, бесконечно сушилось белье Флора, иди слушай, ошибусь или нет Черные цветные, арикины трусы Голубые побольше, флорины Белые, викторины Средние разноцветные, норины А маленькие, риточкины Двадцать лет уже от трусы, как у ребенка Неодобрительно заметил Валейко Бессменный флорин почтальон Слушая его, я все сильнее краснела Никогда не смогу привыкнуть Понять и принять такую жизнь Пронеслось в моей голове Но я привыкла, поняла, приняла И полюбила дом свекрови, родных, соседей, друзей И, конечно, Тбилиси Сказочный город, город грез Люблю весной, когда он пахнет фиалками Люблю летом, когда ноги вязнут в асфальте А занавески, как паруса, наполненные ветром, летят из всех окон Люблю осенью, когда рынок ломится от даров щедрой грузинской земли Когда горячий хлеб и сладкий арбуз говорят больше о радостях бытия, чем много-много слов Люблю зимой, в Новый год, когда во всех домах пахнет медом и жареными орехами Готовят газенаки, непременные на всех столах кавказское новогоднее лакомство Люблю обновленные старые Тбилиси, кружевые у балкона Оперный театр, театр уставели, магазинчик восточной сладости И памятник Етиму Гюджи Люблю воды Лагидзе, ажарские хачапури А больше всего люблю Тбилиси, веселых и грустных, сердитых и нежных Открытых, наивных, теплых, красивых людей И, конечно, люблю мою флору, без которой не узнала и не почувствовала всего О чем сказала и о чем умалчивала Скажите, живя в Тбилиси, вы сумели как-то владеть грузинским языком? Очень мало, потому что в семье говорили по-русски Если бы там говорили по-грузински, но какие-то слова я знаю Я вот здесь называла, может быть объяснить это надо Нет, 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 не надо Ну зачем? Многие это знают, а потом этот рассказ есть на сайте Там можно посмотреть, там есть сноски И армянский также, да? Тоже армянский нет, потому что дело все в том, что мои свекры и свекровь Очень молодыми уехали в Ленинград, моего свекры распределили туда, он кончил летное училище Его распределили в Ленинград, в Гатчину, там была военная часть или что-то, летная часть или летное училище И поэтому флора моя начала рано, очень перешла на русский И она уже плохо тоже говорила Но они говорили друг с другом по-армянски Но когда нужно было, чтобы дети не понимали К старости она стала больше говорить по-армянски А по-грузински тоже не говорили, но речь совляли все время грузинские слова Какие-то я вещи немножечко... Когда я там бывала, я даже иногда понимала разговор Когда я долго была, то у меня на слуху вдруг я понимала, о чем говорили А вот потом, когда уезжал, то забывала, к сожалению Да, это утрачивается со временем Скажите, вот, ну все-таки вы, наверное, там ходили в театр, да? Ну, конечно Ну, это в русский театр Но когда грузинские, там наушники были Были наушники И в галерее Там прекрасная скульптура в городе На площадях, в скверах Вот совершенно другой быт Абсолютно не похожий Не похожий Ну, ничем не напоминающий На то, что мы видим в Москве Вот это замечательный фаникулер Да, вот у меня здесь рассказ Здесь упоминается Да, действительно Вот грузинские юноши Они всех девушек хотят почему-то катать именно на фаникулере На фаникулере, да, так гулять на фаникулере А там, потому что еще в парке были знаменитые всякие развлечения Там кольцо, не кольцо, а вот это колесо Обозрение Потом тир Это то, что я помню Больше я что-то ничего не помню Но там еще что-то И там был знаменитый грузинский ресторан Куда возили всех гостей, которые приезжали в Тбилиси Как называется? На фаникулере там ресторан А, на фаникулере, да, я торгов Там ресторан вот этот знаменитый И там такая прекрасная панорама оттуда открывается Оттуда видно Да А, вот в этом рассказе у меня есть Об этом кажется А как вы не тоскуете? Ой, очень тоскую Но, к сожалению, вы знаете Уже почти никого нет Там нет старшего поколения Там осталась одна двоюродная сестра мужа Нет, две двоюродные сестры Одна родная сестра Двоюродная, но родная по крови А другая двоюродная, но по крови не родная Потому что она дочка грузинского мужа Вот тетя Маруся здесь упоминается Она литератор вообще Что значит литератор? Ну, она редактор большого издательства Ей уже 80 лет, она каждый день ездит на работу Да, ну и замечательно Да Да, есть такие долгожители Которые при этом еще не просто долго живут А еще сохраняют способность к творству И к активной деятельности Она замечательный редактор Да Угу Она русский язык, она замечательный Хотя она урожденная Она кандылаки Она урожденная грузинка Кандылаки это греческая фамилия? Нет, это грузинская фамилия Да, что в нет Кандылаки это грузинская Да, вы тоже упоминаете ее, по-моему, где-то В одном из рассказов Может быть, я уже не помню Может быть Ну вот скажите Вот вы когда Вообще в то время, когда вы там жили Насколько я помню Там был журнал литературная Грузия Да Очень интересный И который публиковал то, что не публиковалось Нигде больше А вот другая сестра По Она по фамилии Нейман А ее мама Вот Виктория Она была замужем за Нейманом Но По бедному Студентам Еще арестовали И он не видел И она не видели Отца-отец не видел Дочки И дочка не видел Петя Виктория была беременна Когда его арестовали Он в институте какой-то анекдот рассказал В 1934 году Да Это было Представляете Смех, оказывается, мог стать смертельным Да Так и было Так и было И потом он Потом уже, когда получили документы Оказалось Что она пять лет посылала посылки А его уже не было в живых А к ней приходили письма Да, я знаю целый ряд таких историй Это я практиковала в свое время Ну, охранникам нужны были, наверное, все эти вещи? Вот остались две сестры только Вот Норочка и Додо Канделаки Ну вот И вот Когда вы жили там или в Москве Вы мне как-то в разговоре сказали Что вы не писатель, а читатель Да, я больше читатель Да Так вот Что же вас увлекает Когда вы читаете книги? Вообще Что именно вот в книгах вас увлекает? Я даже не говорю про авторов А вот Что вас заставляет читать? Ну, вы знаете Вот если я не читаю Вот Вот если я вечером легла И вдруг у меня нет книжки Вот и я не могу почитать У меня внутри поднимается такое раздражение Я сама понимаю, что так нельзя Я не могу прожить дня, чтобы я не читала Такого не бывает Но ведь это же не механическое чтение Вас привлекает то, что там в книге? Нет, нет, нет Да, конечно Да, так вот Что же вас привлекает, когда вы читаете? Ну Сейчас многие люди сейчас разучились читать Почти все смотрят телевизор Ну я не знаю Если это сюжет, то сюжет За сюжетом слежу Причем иногда даже неприлично Я читаю так быстро, что мне приходится потом второй раз перечитывать Потому что от меня ускорзают какие-то мгновения Эстетические Да, да, да Потому что я вот так вот впиваюсь и все Причем моя свекровь ужасно мною возмущалась Она начинала говорить Вот она меня зовет, а я не слышу, я внутри Да И она приходила и кричала Ты что делаешь? Неужели ты не слышишь? Я не слышу Об этом когда-то Я не помню, это в беседе или это даже было Или я даже пришел в каких-то материалах Андрей Платонов дружил с Львом Гумилевским И вот он там выразил такую мысль Они беседовали о природе творчества литературного И он там выразил такую мысль, что Я имею в виду Андрея Платонова Что вот человек читает книгу И видит слова И следит за их смыслом А потом вдруг неожиданно В каком-то сочетании слов Он как будто бы куда-то проваливается В какой-то мир И больше он уже слов не видит А только видит то, что там происходит А потом снова выныривает из этого состояния И опять читает Это, наверное, правильно Да, так вот это состояние, когда он туда проваливается Он, собственно, и называл поэзией Поэзией в прозе, да? Ну да, но поэзия же это не то, что стихи Это не обязательно стихи Поэзия это какое-то особое восприятие Вот того мира Состояние такое Да И мне всегда казалось, что если Вот я у вас с этим встретился У вас действительно, когда читаешь Вот определенный момент Выпадаешь и попадаешь вот в этот мир У меня, да? Да Вы знаете, я вот читала Но я не могу вспомнить имя И не могу вспомнить, как называется Такая писательница итальянская Я читала один единственный или два рассказа Ее фамилия, ее Томаро И по ее рассказам хотел ставить Фелине фильм Но, в общем, не успел Вот что-то, мне кажется, когда я прочла ее Что-то вот чуть-чуть, может быть, есть общее Вот в моих рассказах и в том, что она пишет Вот видите, вы даже нашли родственную душу в литературе Да, нашла, да Вам повезло Не всегда это случается Но, во всяком случае, в моем лице вы определите читателя Спасибо вам большое Я очень растрогана вообще, что вам так нравится Я даже не думала, что это может так нравиться Ну, я думаю, это не только мне одно мнение Знаете, я ведь писала, в общем-то, для себя и для моей семьи Потому что, когда я считала, что особенно вот А почему я написала? Я писала и бросала А потом вот почему я оформила в книгу Вот после инфаркта я решила, что, может быть, у меня пришло уже мой звоночек, постучался И что нужно оставить дочке и внучке Ну, какие-то воспоминания о бабушках, что я помню И об жизни моей и моих близких и их близких И вот я вот так стала писать А потом вот почему-то вот решила оформить в книжку Вот вы знаете, вы сейчас сказали очень важные слова для моего понимания вот такого творчества Ведь когда я вспомнил про Морозова Вот до того, как вы это сказали, я не осознавал, почему я именно про него вспомнил Ведь все-таки всякой биографической прозы достаточно много Но дело в том, что он ее писал не просто Вот есть люди, которые хотят написать, ну, что-то там Вот Абдотья Панаева пишет там обо всем, что было в кругу Некрасова А это такие мемуары И ваши произведения, они не похожи на мемуарную литературу Совсем не напоминают Они не тяготеют к какому-то факту, к какой-то дате То есть здесь не предполагают, что это кто-то может проверить Например, устной, так ли оно на самом деле было или нет А вот мемуарная литература, она тяготеет к этому Я у себя уже нашла здесь одну такую вещь сама Нашли, да? Да Вот, но все-таки в целом это обращено к близким Вот так же, как Морозов писал для Веры Фигмер Да И в этом какая-то особая, что ли, убедительность Ну, потому что не думаешь о том, кто будет читать, как будет читать и будут ли читать Значит, это симптоматично Я вот за последнее время сталкиваюсь со второй такой книгой Первую книгу сочинил, не сочинил, я даже не знаю, как назвать Эрик Воронцов Но он во многом, у него смешанный вот тот жанр, в котором вы сочиняете С мемористикой Когда это вот факт, это было так и только так Но у вас чистое отношение, которое вы пытаетесь передать Я не уверен, что вы осознаете, кому из близких конкретно вы это адресуете Вот, наверное, просто всем близким Ну, наверное, кто захочет прочитать Может быть, что-то еще из Флора прочтете? Вот если можно, да? Да, конечно, конечно Вот вариация номер один Я несколько, две-три вариации прочту Их, кажется, девять Вариация номер один Флора во дворе Ты отобрала у меня сына Увезла мальчика в Москву Но что хорошего в этой твоей Москве? Никто никого не знает Не то, что у нас в Тбилиси Дома у меня сестры, соседи Выйду утром на балкон А Гулико уже на работу идет Здравствуйте, тетя Флора Здравствуй, Гулико, деточка Да-да, что смеешься, кому как Ее невесткам свекровь Внукам бабушка А мне деточка Ей 16 лет было, когда Ираклий привез ее в наш двор А у меня уже Шурик в школу пошел Марго веник взяла Двор метет Метом чистюля С ней нездоровую Современно в ссоре Нора, как всегда, опаздывает Завела себе Мери Мужа не нашла, так эту замухрышку завела Черненькая, линялая, да и еще аллергичная Тьфу! Мери, Мери, иди ко мне, моя хорошая Я тебе косточки припасла Нора с ней гуляет Столько, что на работу опаздывает Бежит лохматая, нараспашку Тоже мне редакторша Кто ее уважать будет? А вон в окне Викторин красный халат показался Виктория, Виктория Глухая тетеря, даже не посмотрит Ну и что, что, сестра, если не слышит ничего Знает, что я утром на балкон выхожу Не слышишь, так в окно посмотри Виктория, приходи ко мне в карты играть Никуда не уйдет твой обед-мобед Мне тоже надо готовить Потом что-нибудь быстро сварганием Здравствуй, Амаля Сегодня что, вторник? Это Амаля, скажу тебе по секрету Немножко гижи Пошила пять платьев Цвет разный, фасон один В понедельник красный одевает Вторник зеленый, среда голубой Четверг желтый, пятница сиреневая И все узкие-узкие Спереди декольте Сзади вырез и разрез Конечно, мальчики за ней бегают Работать им мешает Мурман теперь очень важный стал Свой телефон завел К тете Флоре звонить не приходит Ремонт такой сделал, чтобы вход через улицу был А стекла на балконе гнутые, мятые Ничего не видно Изнутри цера говорила Все видно Сама не видела, на второй этаж уже не хожу Но вот девочки у него хорошие, красивые И воспитывает их строго Стук-стук-стук, каблуки Бебина ученица идет Тупая, видно, немножко Учит, 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 а все спотыкается Нет, боже, сохрани, не подумай, что Беба плохо учит Что-что, учительница она хорошая Весь в Тбилиси знает Но Рита моя лучше А-а-а, а Никоне Никона по стул Из-под занавески выглядывают Нет, чтоб пойти, поздороваться, поговорить немножко Ведь все уже пенсионерки, дома целый день Правда, они никого в аптеку на три часа ходят, фасуют Пенсия маленькая, добавить надо Тетя Флора, привет, здравствуй, Тимо Уже девять часов, а ты еще в майке Как опоздай? Разве можно на работу опаздывать? Какой ты пример показываешь? Нехороший Не дам тебе кофе Какое время кофе пить? Работать пора Ну ладно, не подлизывайся, сейчас принесу А все потому, что кутишь не вовремя и меру не знаешь Был бы жив твой отец, он дал бы тебе ремня Тридцать лет, тридцать лет залазил Мой рамчик пятьдесят лет работает А ни разу на работу не опоздал, мой золотой Его ценят, уважают А кто тебя будет уважать? Ну на, пей свой кофе и живы на работу Кто-то, если я не послежу, кто последит за вами? Совсем непослушные стали Ой, уже десять часов Весь двор проводила, теперь по своим делам Пойду, надо убирать, готовить Ненавижу я эти обеды-мобеды Да Смешное, да? Ну, я не знаю, на меня это Простенькое все очень На меня это совсем не производит впечатление Что они смешные, эти рассказы Знаете, вот Что-то подобное А вот этого писателя Его кто только не исследовал Что-то подобное Сочинял такой писатель Сараяр Да, я знаю Американский писатель Американский, да Я читала в детстве Мальчика из Джорджии Да, у него Он вообще много написал Ну, я переводили тогда Наверное, только это Да, я его на английском читал И даже интересовался Вот литературой о нем Потому что о нем Очень много спорили И вот ваши рассказы Чем-то напоминают Его рассказы Там в центре этих рассказов Находятся не те вот события Там все очень простое Ну, вот один из рассказов Мальчик подбегает к витрине ресторана Там сидит парочка И кричит, сколько времени Спрашивает, сколько времени Они ему не могут через стекло Ответить, он подает знаки Потом убегает В общем, такие незамысловатые Вроде бы сюжеты Бытовые такие рассказы Ну, они не то, что бытовые Вот ваши рассказы И тоже не назовешь бытовыми Они не бытовые Они лирические Вот какое-то состояние Все время И многие литературоведы Пытались понять Сараяна Как некую личность Которые рассказы Предназначены для того Чтобы создать впечатление Вот об этой личности Находящейся в центре Всех его рассказов И так же я воспринимаю И ваши рассказы То есть фактически Они создают представление о вас В первую очередь И это представление Оно не носит характер Какой-то смешной Или не смешной Это представление Скорее относится К неким метафизическим вещам Вот то, что находится Вне бытового То есть то, что мы можем Ну, если для чего-нибудь Литература и нужна То для создания этого впечатления Передачи этого состояния Другому человеку Вот вам это, по-моему, Очень хорошо удается Правда? Спасибо Вы хотели еще Вот я один, если можно Даже я два вообще хотела из флора еще прочитать Вот один, потому что он тоже такой забавный Это вариация два флора в троллейбусе Что со мной сегодня случилось Что? Сидят себе метом задуманность Поднимаю я голову и вижу В троллейбусе места все заняты Сидят пожилые да старые В 11 часов утра пенсионеры больше передвигаются Рядом со мной старичок в бабочке с футляром Видно в опере играет На репетицию едет Сзади старушки сидят, дремят В общем, все прощай молодость А этот нудный возле меня стоит И вдруг понимаю, что мораль свою мне читает Если бы хоть женщина стояла старая Я, конечно, уступила бы место Ты меня знаешь А тот дядька противный такой И меня не старше Это вы мне? Да, вам Я женщина безобидная Но лучше меня не задевать Это я молодая невоспитанная Да моему сыну 40 лет И он доктор наук Вот какие мы невоспитанные И внучке 20 Моему он старый Последние два слова про себя прибавила Моему это обезьяна А если смотришь, что волосы у меня рыжие Так это крашеные Глаза у меня слепые Очки вынула, показала Так весь троллейбус возмутился Шутка ли? Плюс 12 Сразу видно, что слепая Уши у меня глухие Потому тебя не мужчина Совсем сразу не услышала А как до зубов дошла Да как челюсти свои вынула Перед носом у него пасть щелкала Так вылетела из троллейбуса Как пробка из шампанского Так побежал, так побежал Сразу из виду пропал Весь троллейбус смеется Говорят, в первый раз видит женщину Чтобы про все свои недостатки Рассказывала Ты же меня знаешь Очень я несправедливась И не люблю Знаете, вот Наверное, наше впечатление О людях О национальном типе Оно, наверное, возникает Не как какая-то теория Много там говорят Вот такие-то люди такие А такие-то вот такие Но это на самом деле Ни о чем не сообщает Наши впечатления Быстрее всего возникают От тех людей С которыми мы общались С которыми мы шли По этим дорогам жизни И вот я вспоминаю Первый грузин Которого я увидел в жизни Это был мастер спорта По классической борьбе Ростом метр пятьдесят В легком весе И звали его Шата И он был Ну просто Фантастически добрый И возможно Вот то, что нам Задает вот Как бы первое общение Вот с кем сталкиваешься Так оно потом Уже идет Ну, да Наверное, да Но дело все в том Что вот я не могу сказать Чтобы я была в Тбилиси Сколько я бывала Я много бывала Чтобы я когда-нибудь Столкнулась С плохими людьми Вот такого у меня В моей жизни Такого не было Все были очень хорошие люди Я вот даже если Нам позволяет время Могу такую маленькую Рассказать историю Если это интересно Да, конечно Когда моя девочка Совсем маленькая была Я в аспирантуре Тогда училась И имела возможность Зимой приехать В Тбилиси на каникулы И еще чуть-чуть Прихватить времени Капельку И вот Что-то случилось Что вот Флоры Сергеевны Флоры не было дома А срочно Нужно было Побежать в аптеку И купить лекарства И вот я постучала К соседке Как раз вот Гулико Которая здесь упоминается И я ей говорю Гулико Девочка спала У меня на галерее Такая И значит На галерее спала И я ей говорю Гулико Мне нужно буквально На 15 минут Отлучиться На Сбегать в аптеку Вы не посмотрите За моей таточкой Она мне сказала На это Как вы думаете Что она сказала Она сказала Спасибо тебе Леночка Что ты доверяешь Мне своего ребенка Это вот такие слова Я не слышала Никогда в жизни Вот никогда Мне уже много лет И вот никто Никогда Я знаю Может быть соседка Вот здесь Вот в Москве Сказала бы Что посмотрит Но что вот так Вот сказать Это просто невероятно Мне так кажется Может быть я Не права Но вот Да Вот знаете Вот все-таки Во многом Это зависит От той семьи С которой вы столкнулись И от ее окружения Вот галерее Чисто грузинская семья Да Да Очень Вот у меня После знакомства С Шатой У меня всегда Я много после этого Видел друзей в жизни И все они у меня Производили Вот это же впечатление Как некая проекция Да Наверное Да Вам повезло Что вы попали В такую семью Ну вот И вообще Вот все люди С кем я И друзья наши Очень близкие И всегда отзывчивые Всегда на помощь Приходили Если нужно То есть Проблем никогда В этом плане не было Вы хотели прочесть Еще рассказ Вот если Да конечно Конечно Есть Да Вариация номер семь Флора в Омске Не люблю я про войну Вспоминать Мало хорошего Можно вспомнить Правда молодая Я тогда была А молодые Хоть горе кругом Радость по крупицам Собирают Мне 27 лет было Когда война началась Шурику Сыночку моему дорогому Шесть А Риточке Крошке нашей Шесть месяцев Арика на фронт Не пустили В Омск перевели На специальный аэродром Самолеты ремонтировать Ты же знаешь Какие у Арика Руки золотые Я заместителем Начальника ДК Работала Старалась Шурик в саду Риточка в ясельках Только Риточка моя Тает стала Годик ей исполнился Ходить не могла Говорить не могла Лежала тихо И улыбалась Кормить ее совсем нечем Молоко у меня пропало Коровье достать нельзя Хлеб правда был по карточкам Шкал отлетчикам давали Они иногда детям дарили Но доктор сказал Витамины надо Если говорит сегодня Завтра не покормите Ребенка Девочка умрет Дистрофия у нее Арика мой тихий Сдержанный А тот пистолет Вынимает На стол кладет И говорит Умрет девочка Тебя я себя убью Вот он у меня какой Если уж скажет слово То слово его закон Поздно вечером Жена доктора детского Дубровского Приносит мне Стакан манки Стакан сгущенного молока И кусочек масла Сейчас кажется Что особенного А моей девочке Они просто жизнь спасли Вообще Богу я не верю Но как мимо Церкви Кашведской Или Сионской Прохожу Захожу Свечку поставлю За доктора Его жену Если живы Пусть живут Счастливо Горе не знает Глупости говорю Горе не знает Родители их На Украине Немцы убили Мало что Евреи Еще коммунисты И сын доктора На фронте погиб Вот тебе и счастье Не люблю я войну Вспоминать Ведь говорила тебе Прилетят летчики В часть Молодые Красивые А рек Моим самолеты Починят И снова они на фронт А в следующий раз На самолетах Эти другие Прилетают Дети молодые Красивые Даже могилы У них не было Их мамам Некуда цветочек Понести Жалела я их очень И как на вечерний Сеанс В клубе Хорошее кино Показывали Я безвольнительная И без денег Мальчика впускала Может убьют завтра Так пусть Красивые увидят Сейчас меня Осуждать начнешь Но что правда То правда Была я всегда Да с мохоркой Солдаты И летчики Мне дарили Махорка Замечательно Голод отбивала А Рома тоже Давала Махорка Но он думал Экономлю А узнал бы Откуда Убил И вот еще Сидела Бабуля обещает Сыночку Вопросы повисают Рождение К тому же Мою внучку Говорила Отдай Девочку Мне Так нет Сама Сама Вот и вырастила Сегодня Не пойдет С бабушкой В кино А завтра Попадет В дурную Компанию Или тюрьму В Флоре Видятся страшные Несчастья Могущие Обрушиться На наш дом По моей вине Утром Бабушка И внучка Мерно Пьет чай На кухне Зато Меня Для Флоры Нет Флора Гордо Побывает Мимо По квартире Я Подлизываюсь Но безуспешно Вечером Со страхом Возвращаюсь С работы Открываю Дверь Везде Темно Тихо Но по количеству Обуви Прикожей Догадываюсь Что гостей Много Захожу В комнату И замираю В кресле В царственной позе С гордо Откинутой головой Сидит Флора На диване На стуле И полу Разместились Многочисленные Друзья Дочери Все Не отрывая Заглядят На знакомый Мне телевизор Тише У нас Видео Смотрим Голубой Гром Шепчет Дочь Я тоже Пристраиваюсь Сбоку И наблюдаю Бешеные Вертолетные Гонки В небе Лос-Анджелеса Наконец Фильм Кончается Все разом Начинают Гудеть Благодарят Флору Просят разрешение Прийти завтра И свекровь Даруют его С обещанием Показать Что-нибудь Интересное При условии Выполнения Всех домашних Заданий Проверить Исполнение Данного Условия Поручается Двум лучшим Ученикам Класса С которыми Уже На коротке Флорико Что за чудеса Лепечу я Теперь я Решаю Кого приглашать В кино А кого нет Они еще Побегают За Татиной Бабушкой Так Как и быть Можешь Приглашать Друзей Пусть приходит Милости Вороняет Флора На две недели Наш дом Превращается В кинотеатр Флора Совершает Таинственные Звонки Свидания С владельцами Видео Меняет Кассеты Наводит Строгую Цендуру Просматривая Предварительно Фильмы Сама И умела Оруда Уймой Непонятных Мне Кнопок Флора В своей Стихии Она Знает Весь Класс Интересы Привязанности Отметки И общественные Нагрузки В Тбилиси Флору Провожает Уйма Народу В окне Вагон В цветах Сияет Ее лицо При этом Она не забывает Небрежно И гордо Поглядывать Напротив Неудостойных Такого Внимания Пассажиров Жду Всех В Тбилиси Приезжайте Ко мне Не пожалеете Приедем Приедем Баба Флора Несется В ответ Дружный Хор Бабушка Их жалко Мало Побыла Таково Общественное Мнение Спасибо Вот этот Рассказ Мне Пришло Как-то В голову Что Когда вы Его читали А я до этого Об этом Не думал Что Большинство Наверное Просто Ну вот Может быть Кроме Вот этого Рассказа О Семьгрузии Ваших Рассказов Которые Я прочел Они Очень Были бы Интересны Для чтения Подросткам Юношам Девушкам И даже Подросткам Вот детям Таким Ну может быть Старше Десяти лет И Они Как раз Такие Которые Отвечают Которые Интересны Одновременно И взрослым И детям Это Качество Очень Хорошая Литература Это Редко Бывает Потому что То что Пишут Специально Для Детей Оно Как правило Достаточно Схематичное И взрослым Может читать Неинтересное Ну а там Где пытаются Писатели Пишут Специально Для детей А я люблю Детские книжки Любите Да А вот Кого вы любите Из детских писателей Я вот Очень любила Асееву Да Я не знакомый Автор Нет Потом Потом Ну вот Еще У меня Была Ну Книжка Такая Бруштейн Бруштейн Она писала Тоже О детстве Не помню Как Эта книжка Называлась Динка 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 Надеждиной Которая Организовала Березку Да Она была Говорят Хорошая Писательница Динка Ну вот Эта книжка Динка Была Чудесная Я давно Не перечитывала Но я все равно Остаюсь Вы меня не убедили Потому что я все равно Остаюсь сторонником Такой литературы Взрослой Которую одновременно Было бы интересно Читать детям И можно было бы И даже нужно Было бы читать Есть конечно Другая литература Которая способствует Развитию сознания Вообще Развитию Взрослого Уже человека Потому что Когда заканчивается Воспитание В школе В семье В вузе То дальше Человек Уже сам себя Может воспитывать И не воспитывать Если он Это не хочет И у него Для этого есть Многие инструменты И среди этих Инструментов Есть литература Для меня Один из главных Инструментов Да Так вы Занимаетесь Самом воспитанием Да А я считаю Что кем бы я была Если бы не литература Просто никем бы не была Ну Я в этом не уверен Не убежден Я так думаю Но мне кажется Что Литература Когда она используется Для самовоспитания Она достигает Этой цели Если это конечно Не билетристика Вот такая билетристика Которая связана С временем Провождением Ну вот Можно смотреть Детектив По телевизору Например Или же Читать его В книжке Но от этого Развитие человека Не возрастет Который Потребляет Вот эту продукцию Ну детектива Можно читать Тогда Когда Что-то Ты болеешь Когда На душе Как-то Очень тяжело И вот В этот момент Вот можно Почитать детектива Вот я Агату Кристи Иногда Вот любила Семенона Тоже Интересно Было читать Но наряду С чем-то Конечно А не Не как Основную Литературу Ну да Но все-таки Вот Если уж Такие трудные Моменты Физические Или нравственные Или какие-то еще Вольницы Которые у всех людей Случаются К сожалению Время от времени То Наверное Я бы И Себе Я сам это практикую И нашим Зрителям Тоже советую И может быть Вы Читали Эту замечательную Книгу Стерна Жизнь и мнение Трис травма Шенди Джентльмены Нет я не читала Это одна из умнейших Книг Написанных людьми Но она при этом Ну просто Безумно смешная Там Это книга О чудаках И Среди нас Чудаков Немало Да и мы сами Время от времени Что-нибудь Отчудим И вот эти Психологические Наблюдения И умозаключения О том О культуре О людях Которыми Которыми наполнена Эта книга Они очень Бодрят И Заставляют Как говорит наш президент Быть в тонусе Дело Дело в том Что Ну вот Мы недавно Читали книгу Стивена Фрая Может быть Вы читали ее А может быть Вы читали на английском Называется она Автобиография Вообще Или по-моему Муаф Умывальная чаша Моя Это знаете Стивен Фрая Английский Вот этот вот Ну наверное Прежде всего Актер Он в сериалах Снимался И много У нас его показывали И вот сейчас Он написал книгу Совершенно поразительную На мой взгляд Она О детстве Кстати Много очень Или о становлении Молодого человека Его самого Она очень Откровенная Книга Поразительная Интересно Я обязательно Прочитую По вашему совету Вот мне кажется Что обязательно Надо ее прочесть Потому что это Действительно Замечательная книжка Я знаю Что вы хотели Прочесть Осень в Грузии Да И я уже вижу Что вы хотите К этому приступить Так Больше не буду Вас затруднять Но это немножко Долго будет читаться Ну что же Давайте Попробуем Давайте Осень в Грузии Осень Конец октября Мы с мужем В отпуске У родителей Тбилиси Осенний город Прекрасен Как всегда Как зимой Весной Летом Обетшалые дома В солнечном свете Не кажутся Запущенными В них Сохраняется Обаяние Театральность Сожаления Как-то неуместны Проспект Руставели Наряденный Праздничем Все на своих местах Оперный театр Верхний Александровский Садик Театр Руставели Воронцовский Дворец Любимый Художественный Салон Я навещаю Его почти Ежедневно Любой С картинами Грузинской Коричневой Керамикой Изделиями Из мельхиора На стенах Разместились Декоративные Кинжалы Сабли Ножны Украшены Филигранью И натуральными Полудрагоценными Камнями На стенах Роги Тоже В мельхиоровом Обрамлении Их можно Подвешивать На цепочках Как любят На востоке Ковры И оружие Ковры И роги Старинное Оружие В серебре Встречается изредка В старинных домах Или музее В салоне Его нет Грузинские ювелиры Любят гагатый Перламутр Реже Березу И жемчуг Я тоже люблю Гагатый Перламутр Присматриваю Для себя Крупные Украшения Люблю Кольца Размером С фаланку Серги Длинные Капли Гагатый Или овальный Перламутр С розами Выполняю Заказы Московских Подруг И коллег Люблю покупать В салоне Хоть что-нибудь Изделия недорогие Но серебро Не золото Доступно Прогуливаясь Незаметно Для себя Оказываюсь На площади Ленина В конце Проспекта Заглядываю В музей Здороваюсь Перасмани Гудяшвили Перехожу Подземным переходом На другую сторону Забегаю В ювелирный Магазин Прохожу Мимо Универмага Метро Во дворе В его глубине Приютился Русский Драматический Театр Если есть Билеты Покупаю Прохожу Мимо дома Правительства Почтанта Приближаюсь К магазину Лагидзе Непременно Пью воду Со сливочным Сиропом Лучше двойным Или тархуновую Зеленую В подвальчик Где угощают Хачапури Не захожу Домашние Вкуснее Да и следует Отдохнуть Перед непременными Визитами К родным И друзьям Оканчивающиеся Накрытыми столами Заглядываю В винный магазин В Кинзамарауле Хошене Хванчкара Ждут нас с мужем Всегда покупаем Книжный магазин Магазин тканей Подземный переход И домой Прогулки В правую сторону Проспекта Люблю меньше Но все же добираюсь До нового здания Филармонии Далее университета Обратная дорога У здания Имела Института Марксизма Ленинизма Построенного По проекту Архитектора Щусева В 1938 году Задираю голову Сталин на месте Это его единственное Присутственное место В Тбилиси Брельеф Сохранился Внизу На ступенях С начала Горбачевской Перестройки Расположились Художники Настоящий же Вернисаж Обширный Разнообразный На набережной Куры В сквере Написала Вернисаж И вспомнила Как шестерестняя Крестница Мужа Светским голосом Рассказывала Мы вчера были На Вернем Саже На этом Вернем Саже Я видела Красивых кошечек Так вот Если позволят деньги На Вернем Саже Куплю для нашей В каком одельяние Юношу и девушку Двойной портрет Плоский Выразительный Виды Тбилиси Явлены в разнообразии Горгосал Митэхский храм Тацминда Горгосал Митэхский храм Как бы продолжают Скалистый берег Куры На Митэхсминду Поднимаемся С мужем На фуникулёре А спускаемся С помощью канадки С осмотровой площадки Любуемся городом Находим проспект Руставели Проспект Плеханов Город разместился Между гор Притянулся Вдоль Куры Новые районы Нехороши Черёмушки В миниатюре Проспект Плеханова Красив Но мне он не родной Там отмечаюсь Для порядка Культурная программа В Тбилиси Начинается С оперного театра Это оперы Даисия Бесолома Этерия Захария Поляшвили Если театр Руставели На гастролях Посмотрю Кавказский Меловой круг И мамаша Кураж Бертольда Брехта Непременно хожу В консерваторию Где консультирует Наша подруга Этерия По-домашнему Тука Жена близкого Друга мужа Анри Их дом Наш дорогой приют Особенно по вечерам В Тбилиси Как и в Москве Ещё мало Видеомагнитофонов В дом Туки Анри Собирает знакомых И незнакомых людей Народ сидит везде У Анри много кассет Смотрим Аскаровский фильм Милоша Формана Пролетая на Брехдон кукушки Восхищаюсь Джеком Николсоном Из наших актёров На таком же Недостижимом уровне Только Иннокентий Смоктуновский Как мне кажется Анри больше любит Фильм Почтальон стучится Дважды В той осенью Мы восторгались Лайзами Нелли Фей Даной Их концерты Тоже записаны На кассеты Квартира друзей Рядом с нашим домом Нужно лишь подняться Повыше от куры По улочке Между почтантом И школой Я с остановками Взбираюсь На пятый этаж Капитального дома В гостиной Рояль Красивая мебель Старинная люстра Украшенная Почерневшими Металлическими Листьями И цветными Эмаль Возможно Птичками Югославская стенка Содержит старинный Хрусталь Серебром Сервиз Купленный Во время нашей Поездки В Эстонию На стенах Две картины Гудяшвили Подарок Тукиной бабушке От двоюродного Брата Знаменитого художника В комнате сына В шкафах Под номерами Стоят модели машин Выпущенных С момента Их появления В мире Мы всегда Посмеивались Над страстью Другу Он рыскал По Москве По комиссионным Магазинам Навещал По списку Московских Спекулянтов Менялся С коллекционерами Машинок Выискиваем Недостающие Экземпляры Машинки В количестве Приближенным К тысяче Располагаясь В шкафу В идеальном порядке Составляли Впечатляющую Коллекцию Я больше Никогда Не смеялась Не подшучивала Над другом Таких Собраний В стране Мало Вместе С другом Мы оплакивали Коллекцию Дом Когда прямым Попаданием снаряда Была уничтожена Квартира Обитель друзей И наш родной Очаг В городе И мире Андрей Не смог Пережить Потери Семья Теснилась Несколько лет В двух Крошечных Номерах Гостиницы Иверия Там вырос Его сын Андрей Не увидел Сына взрослым Очень красивым Юношей Давид Как бы сошел Со стороны Цвети В стигровой Шкуре Он походил На молодых Мужчин Персидских Миниатюр Я равнодушна К смузской Красоте Главное Чтобы лицо Было ярко Индивидуальным А в глазах Светилась Мысль Но Давид Прекрасен Как Давид Микел Анжело Во Флоренции Он высок Голубоглаз Руссоволос Плечи и талии Составляют Равнобедренный Треугольник У юноши Открылся Певческий Голос Тука В силу Своего Характера Пережила Утрату Легче По-прежнему Концертирует В консерватории У нее Феноменальный Слух И музыкальная Память Никогда Не капризничает И играет Все, что Просит Подбирая Мгновенно Новые Мелодии Она играет Второй Концерт Рахманинова Который По силам Не всем Музыкантам Мужчинам Но больше Всего Любила Ее концерты В музее Елены Ахполедяне Рояль В уютном Домашнем Зале Картины Художницы Сухие цветы Ваза Злаки Связки Перцев Лука Возможно На рояле Еленой Играл Святослав Рихтер Акомпанирует Женей Певицы Мини Дерлиак Их портреты Есть в музее Художницы И коллекции Рихтера Продолжая Осуществлять Культурную Программу Посещая Филармонию Слушала Ларису Долину Лайму Вайкули Когда дочка Была маленькой Мы непременно Заглядывали В зоопарк И цирк Белеский зоопарк Меньше Но красивее Московского Звери живут Свободнее В больших Вольерах Цирк На холме К нему ведет Длинная лестница Ее преодолеть Непросто Но цирк Всегда цирк Как праздник Который Всегда с тобой Люблю его Запах Арену Засыпанную Опилками Или покрытую Ковром Люблю в антракте Наблюдать за возведением Клеток Если будут тигры За установкой Натягиванием Страховочных сетей Батута Для воздушных Гимнастов Люблю клоунов Их шутки Неизменно вызывающие Смех У зрителей Особенно у детей Вам нужно привести дух Прежде чем приступить к Грузии Такой впечатляющий Огромный Портрет Тбилиси Вообще Ваши рассказы Они В основном Они состоят Из диалогов Люди Я просто поражаюсь Как вы Запоминаете Эти точные Выражения В беседах Вы воспроизводите Блестяще воспроизводите Речь этих людей Так и кажется Что Слышишь ее Даже Написано просто По-русски Если читаешь книгу Книга написана по-русски Но я слышу акцент Все время Да Я слышу Как они произносят Это И это вам Просто блестяще Удается А тут вдруг Неожиданно Такое Огромное Развернутое Описание Вообще Без диалогов Просто поразительно Как вы можете Переключаться Из одного Из одного Дискурса В другой И вот Мы из Москвы Нарисовали С вашей помощью Портрет Грузии Табилиси 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 Прекрасный город Не знаю Такой Замечательный Вот Пожалуй После Москвы Вот Два города Такие вот Любимые Москва И Табилиси Табилиси Продолжить Отдохнули Теперь можно Поступить Грузии Дорога Продвигала По пригородам Табилиси Шоссе Проходило По живописным Уголкам Грузии Холмы То приближались То удалялись Вдоль дороги Росли невысокие Деревца Похожие на Акацию Кустарники С соседними Листьями Трава Была Сухой Желтой В Грузии Трава Выгорает Уже В конце Июня Свежую Зелень Как В Москве Можно Видеть Только Весной По дороге Делали Остановки У обожаемых Мною Сельских Магазинах В них Можно Увидеть Порой Неожиданные Вещи Еда Соседствует С предметами Быта Много Всевозможных Мангалов Чугунков Толстостенных Чугунных Емкостей Для приготовления Плова На открытом Воздухе Они Подобны Тазам С невысокими Бортиками И широким Днищем Много Чугунных Сковородок Различного Размера На полке Уместились Кастрюли Комплект Из трех Выстроенных В ряд Под ними Надпись Гаструл Гаструлка И гаструлчик Такое бывает Только на Кавказе Отсмеявшись Переходим К другим отделам Уйма Ситцевого Постельного Белья В Москве Оно дефицит Покупаю Два пододеяльника В розовый цветочек Ухожу Возвращаюсь Докупаю Шесть наволочек Еще два пододеяльника В голубой горошек Горошек Постельное белье Полотенце Моя слабость Покупаем Горячий хлеб Пури И сочной грушей Хлеб Разрываем на части Прямо у магазина Он с хрусящей Поджаренной корочкой На второй день Есть его невозможно Только после того Как сбрызнешь водой И погреешь На сковородке Под крышкой Груши моем У колонки Сок течет По рукам Подбородком Умываемся Едем дальше Дорога медленно Поднимается в горы И наконец Привела в село Нукриане Село в несколько домов Кирпичных Капитальных Дом Кулиных Родных Самая высокая Точка Вершина Горы Дети Понесли здороваться Мы тоже В горах прохладнее Чем в Пелесе В садике Спускающемся уступами Очень старая женщина Стирает старые одежды Намыливает их Серым хозяйственным мылом Трет на стиральной доске У нас когда-то тоже была Такая волнистая доска Оказывается Они еще в ходу Руки женщины покраснели Но она не замечает Это Привыкла Не добавляет В воду кипяток Она вытирает руки Фартуком Нежно обнимает Меня Прижимая К худенькому телу Что-то говорит По-грузински Скоро 90 Но она деятельна И подвижна Не менее старый Человек Дедушка И прадедушка Уводит нас Показывать хозяйство Девочки остаются В садике Пощипывая С кустов и деревьев Остатки плодов На плоском кусочке Горы Располагается Курятник Индюшатник Крольчатник Загон для кабанчика Коза И овен Для десятковиц Внутри загородки Разгуливают Индюшки и дуйки Они недовольно Клокочут И брезгливо Разглядывают Меня Побеспокоившего Их сиятельство Куры не обращают Внимания на людей Лишь пестрый петух Косит темным глазом Козу держат Для детей Подле дома Родителей Коли Совсем нового Из старенького Поменьше Обители стариков Не желающих Покидать ее Песелису С сыном и невесткой Разожжен огонь Молодой Уже приготовленный Для жарки Барашек Ждет Когда прогорят угли Отец Сын Внук Соседские мужчины Кое-кто из них Родственники Стариков Усаживаются на табуреты Возле костра Мужчины беседуют Беседа протекает Под опробованием Чачи Приготовленной На зиму На зиму В каждой семье Надлежит Опробовать Десяток бутылок Закусывают Соленым домашним Овечьим сыром У него Как и у чачи Разные изготовители Женщины хлопучут В доме Они жарят хачапури Чады Варят курт Рут Орехи Чеснок Готовят что-то вкусное Накрывают Сдвинутые столы Здесь помогают Соседки Дети Тащат меня На чердак Он чист И огромный Полы деревянные Уже приближаясь По лестнице К двери Принюхиваясь К запахам Впитываю их Чердак Царства запахов Под крышей На крюках В деревянной балке Висят Подсыхая Виноградные грозди Святки Хурьмы Припудренные Белым Нему Коили Тонко Нарезанных Яблок Сосед С гирляндами Ой Пусть 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 Гирлянды Сухих Тонко Нарезанных Яблок Соседствуют С гирляндами Черносливы И груш На деревянных Неокрашенных Столах Лежат рядами Гранаты Свежие Груши Корольки И айва Зимние сорта Яблок Покоятся В ящиках Пересыпанные Стружкой Вдоль Двускатных Стен Тоже На крюках Висят Косы Из лука Чеснока Связки Красного Острого Перца Подвешены Для сушки Всевозможные Травы Петрушка Сельдерей Кинзу Кроп Мята Тархун Рыган Цветы Шафрана Желтый Желтый Цветок Для придания Цвета И аромата Сациви Корзина На полу Полны Грецких Орехов И вылащенные Из початков Кукурузы Грецкие Орехи Необходимый Компонент Грузинской Кухни Тонко Штуры Легко Ломаются Стиснутые По два В кулаке Один орех Колит Другой Забыла Пшат Пшат Плод дерева Не растущего В средней полосе Его кожура Сухая Красно-коричневая Хрупкая Мякоть Напоминает Видом И ощущением Вату В которой Угнездилась Продолговатая Косточка Пшат Как семечки Уставишь Крызть И трудно Отказаться Чердачные Запахи Дурманят Рот Наполняется Слиной Девочки Угостили Меня уже Готовыми Черчихелами Которые Даже Не заметила Потрясенное Увиденным Изобилием Покидаем Мир Сногсшибательных Ароматов Мы спустились Вниз Столы Уже Накрыли А мужчины Во дворе Пожарили Барашка Родные Соседи Мы разместили За столом На нем Теснились Соленья Джан-джоли С луком И подсолнечным Маслом Зеленые Помидоры Надсеченные Фаршированные Чесноком Красным Перцем И сельдереем Мелкие Огурчики Цветная Огурийская Капуста Зеленый Перец Чеснок Соленья Соседствовали С хачапури Сациви Отварной Курицей Солеными Домашними Сырами Гоми Кукурузной Кашей Гоми Идет Сациви Каша Пропитывается Ореховой Подливкой И можно Обойтись Без хлеба В застолье Началось Избрание Тамады Традиционно Последовательный Тостов Не меняется В городской Деревенской Артистической Дипломатической Компании Поднимают Бокалы За родителей Живых И нет Братьев И сестер Присутствующих За столом Или отсутствующих Детей Внуков Друзей Персональной Тустой Их передают Алаверды Сидящим За столом Мужчинам В доме Друга Царались Чтобы уважить Меня Говорит По-русски Пили Молодое Домашнее Вино Потом Стол Захватило Пение Поразительная Грузинская Многоголосица Лица Помягчели И наполнились Нежностью Огрубевшие От солнца Ветра Снега Непогода Лица Светились Изнутри Объединенные Музыкой Пормалерия Затянулась Возлияние Тоже Я посматривала На мужа Который Отвык В Москве От традиционных Грузинских Вечеров Похожего Он наклюкался Надрался Попросту Напился И потерял Контроль Его клонило Косну За окнами Потемнело Похолодало И горы Поглотил Туман Наконец Гости Разошлись Отведав Предварительно Барашка Детей Стариков И нас Отправили Спать Сами Занялись Уборкой Утро Утро Было Замечательно Солнце Высушило Туман И осветило Алазанскую Долину Я замерла Потрясенно Открывшейся Красотой В багреце Золото Одетые Леса Лежали Внизине И теснились По горам Взбегая До верхушек Тени От горных Вершин Перемежались Сияющим На солнце Золотом Листвы Кое-где Зеленели Ели Оттеняя Красное Вишневое И почти Фиолетовое Свечение Кустарников И деревьев Здесь уместна Поэзия Друг Позвал Завтракать Муж Поправлял Здоровье Повсеместно Известным Способом Коля Хотел Показать Нам Живописную Дорогу В город Телави Лежащий В долине Известный Многим По фирму Мимино Горная Дорога Привела К поляне Нарядные Деревья Раздвинулись Крестами Вонзающимися В небо И белоснежными Стенами Церковь Была закрыта Но смотритель Милая Худощавая Чисто одетая Женщина Светлым Святым Платочки Любимый Мелкий Черный Горошек Составлял Его Узор Открыла Двери Русская Православная Церковь Грузинской Глубинки Затерянная В горах Женщина Говорила На чистейшем Бестене Акцента Языке Не примешивая Грузинские Словак Русской Речи По воскресеньям На службу Приезжал Батюшка И русские Прихожане Разбросанных По долине Городков Каменный Пол церкви Покрывали Свежие Домотканные Дорожки Свет Вливался Через окна Заставляя Сиять Оклады Скромного Иконостаса И нескольких Икон Пахло Свечами И может быть Ладаном Шум Наших Шагов Отражался От стены Наполнял Тихую церковь Звуками За окнами Пели Птицы Незнакомыми Голосами В высоком Небе Проплывали Редкие Облака Хотелось Остаться В таком Уголке Земли Навсегда Мы попрощались И поехали Дальше Муж Уснул Остальные Окунулись В осенние Краски Спускаясь Все ниже И ниже Вдруг Приготовил Еще один Подарок В небольшой Замечательный Музей Грузинской Актрисы Нато Вачнаце Родовое Княжеское Имение Где родилась Княжина Нато Грузинская Красавица И знаменитая Актриса Нато Андромика Швили Муж Сделал Напрасную Попытку Выбраться Из машины Он снова Мгновенно Уснул Мы Вошли В дом Мебель Картины Утварь Все сохранялось И пополнилось Фотографиями Портретами Нато Ее Мужа Тоже Князя Вачнац Портретами Детей Разрешалось Посидеть На стульях Нато Деревянных Диванчиков Потрогать Белые скатерти С вышивкой Поглядеться В зеркало Расположившее В простенке Между окнами Приветливая Хранительница Музея Показала Все в доме Дворе Хозяйственные Постройки Травяную Полянку Двора Дом Взяли В окружение Редкой красоты Деревья Негустой лес Осенняя Паутина Связала Огненно Красные И желтые Листья Кое-где Летала Подхваченная Воздушными Потоками Теперь Едем В Телаве Сказал Коля И провел Женой Меня к машине Мужа Мне не оказалось Нашли его В подсобке Музея Он опять Спал В окружении Метел И веников Отрыл глаза Вполне Осмысленно Он оком Взглянул На нас Он выздоравливал Телаве Оказался Небольшим Городом Люди Занимались Что я Стоит из его Названия Главным образом Виноделием Магазинчики Дом культуры Горком партии Как всегда С колоннами Аптек Сапожная Мастерская В глубине Огражденного Двора Расположился Каменный дом С голубыми Старинами И большой Деревянной Верандой Нас встретили Объятиями И поцелуями Незнакомые Люди Родственники Друга На веранде Немедленно Возник накрытый Стол Фрукты Вино Хлеб Сыр Тосты Улыбающиеся Люди Осенний сад Украшали Яблики И хурьма Оставленная На деревьях На веранде Засыпанные Яркими Листьями Стоялись Корзины С фруктами Орехами На стенах Вестили Гирлянды Красного Острого Перца Осенний день Короток Мы засобирались Нужно было ехать С детьми В Тбилиси Машина Потяжелела Багажник Наполнился Вином Плодами Янтер не отрывалась От окна Боясь упустить Чудо Увидающей Осенней красоты Трогательное Прощание Со стариками Поцелую Сухих куб Последний взгляд На темнеющую Долину И дорога Повела домой В машине Теплое тесто Девочки Сыты Напились Козьего молока Наигрались С кроликами Мы учим Меня Правильно Произносить Грузинскую Присказку Лягушка Квакает В болоте Бахахит Схал Шихихинепс Произношу Ее неправильно Вызываю Радостный Смех Детей Потом Поем Сулико Тбилисо Данамат Вот и Тбилиси Старый маленький Дом на скале Родители Жумужа Высматривают Нас в галереи Прощающиеся С другом И его семьей Два дня В кафете В Лозаннской Долине Оказались Прекрасным Воспоминанием Горное село Белая церковь С голубыми Куполами Среди осенней Природы Музей Вижу Их удаленным Временем И пространством Как у Тарковского В Солярисе Спасибо большое Просто Впечатляющая Картина Грузия Знаете Вы наверное были Мне кажется Это единственное Что у меня Действительно Как-то удалось Этот рассказ Да нет Ну что Удалось у вас Мне кажется Все Вы наверное были В Скандзине В Тбилиси Это музей Под открытым небом В Тбилиси Да Где представлены Все 18 Не помню 16 национальностей С их домами Утварью И людьми Которые даже Там находятся И одеждой И их одеждой Да Я просто Был изумлен Когда увидел Насколько разные Грузины Насколько они Отличаются Друг от друга А вы знаете Мне кажется Грузины Даже вот Они так вот Разделяются Менгриэлы Это одно Там Допустим Забываю Сейчас уже Стала забывать Другие Грузинские Так как бы Национальности Даже в языке Народ Народ Да Ну вот Те, что живут В таких вот Сваны Сваны Вот в таких вот Башнях Да Сваны Все разные тоже И они знают Там Какие-то особенности Тонкости Какие-то грузинские Анекдоты есть Про определенную часть Грузинского народа Которые там Медлительно И плохо соображают Вот такие вот Тонкости Есть Да Это у всех Есть наверное Такое Да Конечно У нас осталось Немного времени И вот То, что вы читали Это было Вами написано Ну Какое-то время назад Когда-то В 2001 году Это было написано А вот это По-моему Совсем А это Вот последний Это коротенький рассказ У нас как раз Времени осталось Чтобы его прочесть Но вот здесь Есть Я так понимаю Что это посвящение Да Гизо К Карангазишвили К Карангазишвили Да Мне сказали Чтобы я не говорила Про это Что очень много Грузинских фамилий Они путаются У людей Нет У людей Это фамилия Пусть путаются Но есть же человек Которому это посвящено А что это за человек Может быть Прежде чем Прочтете Месколько слов Скажете Да Это товарищ Моего мужа Он врач И он сейчас Очень сильно болен И вот Когда я это написала Я почему-то Вот сразу Вспомнила Про него И мне захотелось Ему посвятить Очень интересная Судьба Он учился В Москве В первом меде И его жена Жена у него Из России Из Мурома Потом Его взяли Военным врачом В Венгрию Он прожил Долгие годы В Венгрии У них трое детей И вообще Такая была Замечательная семья Когда-то мы Очень дружили А сейчас Мы очень редко Встречаемся Просто Это такая Трагедия Что не можешь Поехать И не можешь Повидаться С теми Кто тебе близок Вот И я вот Когда написала Этот рассказ Я решила Что Пусть хотя бы Вот я так Вспомню Гизика Гизик Мы его называли А вообще Знеладцы А по гаву Прямо Противоположны Доктор Риквава Считал Что Человеку От рождения Отпущено Определенное Количество Ударов Сердца Поэтому Их следует Экономить Ходить Спокойно Неспешно Не бегать За трамваем Хоть они редки Не размахивать Руками По пусту Никакого Спорта Полезен Вечерний Мацион По набережной Куры Где много Зелени И мало Машин Доктор Соблюдал Неукоснительные Основы Своей теории Имел много Последователей И последовательниц Пожилого возраста У Пагава Тоже имелась Теория Образа Жизни Движение 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 Последователи Бегали По той же Набережной Куры Наращивали Мускулы В спортивных Залах И домашних Условиях Пагава Возглавлял Забеги Делал Зарядку На балконе Выезжал На воздух Пригорода Тбилиси С хнедой Этикетой Походить По горам Риквава И Пагава Были не в ссоре Но старались Пореже Встречаться Друг с другом Этим Пользовался Их сосед С верхнего Этажа Алик Акроперидзе С грузинского Золотов Он жил В квартире Буре Павло Буре Говорил народ И был его Внуком То бишь Последним Потомком С утра Алик Занимал Пост И как только Риквава Открывал Дверь Своей квартиры Алик Быстро И громко Хлопал Своей Доктор Прятался Как улитка И ждал Выхода Пагавы Пагава Думаю Что сосед Ушел Открывал Свою дверь Алик Немедленно Бухал Своей Пагава Возвращался К себе Тихо Прикрывал Вход Золотому Мальчику Не надоедало Вставать Раньше Чтобы развлечься Минут Через Тридцать Он прекращал Боя Дверями Отправлялся В школу Где в красках Описывал Героический Процесс Ни шатка Невалка Дожили Реквавы Пагавы До 70 лет И независимо Друг от друга Отметили Юбилеи В кругу Поклонников И пациентов А утром Обоих Обнаружили Умершими Над улицей Знеладзе Повез плач Наклеили Траурные сообщения Три дня Проходили Панихиды Траурная музыка Старухи В черном Принимали Два независимых Потока Людей С пяти До девяти Вечера На четвертый день Два гроба Поплыли В толпе Коллег Последователей Териории И случайных Прохожих Поскольку Дзнеладзе Улица Не широкая Обе процессы Смешались Добавились Зеваки И любители Килехов Поминок Так закончились Жизни Доктора Реквавы И доктора Пагавы Народ Долго Их вспоминал Удивлялся Слегка Усомневших С теорией Специалистов Потомок Буре До сих пор Навещает Могилы И ставит Поминальные Свечи В Кашведской Церкви Что на Проспекте Руставили Он уже Старше Своих Соседей Спасибо Большое Елена Абрамовна Вам спасибо Что вы Меня пригласили Вам спасибо За ваше Творчество Вашу Книгу Я надеюсь Что вы Еще Порадуетесь Еще одной Может быть И даже Не одной Книгой Я вам Желаю Творческих Успехов Спасибо Большое Уважаемые Телезрители Живого Телевидения Сегодняшняя Наша Передача В программе Букинг Подошла К концу Мы с вами Прощаемся Желаем Вам Также Успехов В вашей Деятельности И Творческих Также Успехов Если кто-то Из вас Любит Литературу И занимается Литературой Это была Встреча Вселенной Абрамовной Рабинович Визин До свидания До свидания Спасибо большое Кто смотрел И слушал меня Спасибо Субтитры